Привет, друзья! Сегодня готовим с вами очень вкусное, сочное капустное блюдо. Это блюдо понравится всем вашим домочадцам, а главное готовится из простых и доступных ингредиентов. Все ингредиенты и их количество я пропишу под видео, заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Для начала подготовим начинку. Лук репчатый мелко нарезаем. Лук готов. А морковь на крупную терку натираем. Капусту мелко шинкуем. Капусту я подготовила. А теперь берем сосиски. Если у вас нет сосисок, возьмите колбасу или куриное филе. Сосиски нарезаем мелкой соломкой. А сейчас берем очень много зелени. Из зелени я беру лук, укроп и петрушку и мелко нарезаю. Включаем плиту, ставим в сковородку, чтобы сковородка у нас хорошо нагрелась. На сковородку наливаем растительное масло. Добавляем лук вместе с морковью. И помешивая, обжариваем примерно 3 минуты. Прошло 3 минуты. В морковь и лук добавляем сосиски. Перемешиваем и обжариваем минутки 3-4. Лук, морковь и сосиски обжарились. Теперь добавляем капусту. Добавили капусту, обжариваем ее до мягкости. Сюда же я добавлю немного сладкой молотой паприки. Черный молотый перец по вкусу. И все это подсаливаем по вкусу. И хорошо перемешиваем. В капусту добавляем мелкорезанную зелень. У нас здесь зеленый лук, петрушка и укроп. Все хорошо перемешиваем и начинка готова. А сейчас займемся лавашом. Берем тонкий лаваш. Он у меня достаточно длинный. Поэтому я его буду складывать пополам. И разрезать. В итоге у меня получилось 4 листа лаваша. Сверху лаваша распределяем начинку. И лаваш аккуратно сворачиваем в рулет. Рулетики я нарезала, поместила в форму. И форму предварительно слегка смазала растительным маслом. Приготовим заливку. Берем 2 яйца. Добавляем сюда сметану. Примерно 100-120 грамм. И еще добавлю 1 столовую ложку томатного пюре. Обязательно добавлю соль. И все хорошо перемешиваю. Если у вас заливка густоватая, то можно добавить немного кипяченой воды или молока. А теперь аккуратненько заливаем рулетики. И всю эту красоту отправляем в предварительно разогретую духовку до температуры 180 градусов на 30-35 минут. Готовое блюдо выкладываем на тарелку и подаем к столу. Оно получается мягкое, сочное, тающее во рту. А главное, готовится просто, быстро, а получается вкусно. Приготовьте и порадуйте всех своих домочадцев. Если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и, конечно же, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой второй канал, ссылка находится под видео, вам там будет интересно. А также заходите в группу ВКонтакте в Одноклассниках, делитесь своими рецептами. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне и все у вас получится. А главное, готовьте с хорошим настроением и желанием приготовить очень вкусное блюдо. Всем пока-пока, до новых встреч, готовьте с любовью.